Здравствуйте дорогие друзья, в эфире очередные новости киберспорта, сегодня в выпуске мы поговорим о рокировках на американской CS GO сцене, обратим внимание на новые возможности для игроков в League of Legends, а также взглянем на стрим трансляцию, которая теперь доступна через iPad. Один из самых известных игроков Counter-Strike был призван на помощь также небезызвестной команде под названием Team Dynamic, которая пока никак не может найти свою игру и не совсем удачно выступила на DreamHack Winter 2012. Новый коллектив Nothing дважды уступил Area 51 на североамериканских отборочных KSVC 2012 и ESEA Finals. Менеджмент лучшей американской CS Source команды прошлых лет не совсем доволен таким положением дел, вследствие чего и был приглашен этот именитый игрок. Положение некоторых именитых игроков в CS GO всем давно известно, и некоторые коллективы, которые показывали неплохие результаты в 1.6 версии, не могут раскрыться в новой игре. Посмотрим, как будут обстоять дела у Nothing в новой команде. Пожелаем удачи этому игроку и будем наблюдать за его результатами. Турнир по CS GO Очередной турнир по CS GO, очередной LAN-ивент, состав участников которого уже привлекает на просмотр игр. Absolute Legends, Mousesports, FM и Sports Toxic, ESC Gaming, Alternate и, конечно же, действующие лидеры CS GO сцены Nib заполняют строчки тимпула этого ивента. Последний 16 участник определится после боек квалификаций. Многие журналисты называют NorthCon 2012 аналогом турнира DreamHack. Так ли это мы узнаем уже после завершения этого ивента. А пока стоит ответить, что в составе участников доминируют датчане, которых набралось аж целых 5 команд. Видимо, не только поляки готовы брать турниры количеством, но и команды, которые защищают цвета Дании. Ждем начала турнира и посмотрим, будет ли этот ивент очередным турниром для шведов из НИП. На официальном сайте игры League of Legends появилось очень интересное видео, которое можно отнести к разряду обучающих материалов. Любой игрок в Лигу Легенд, который проводит время за этой игрушкой не просто так, уже очень давно обращает внимание за лучшими игроками, пытается принять их стиль игры и пытается думать как они. Но в игре League of Legends ваш успех также зависит от того, какого героя вы выберете на ваш матч, каждый из которых отличается своими способностями, как магическими, так и атакующими. Материал, который вышел на сайте игры, показывает, какого героя выбирает игрок команды Moscow Five, Alexich. Почему он его выбрал, его главные задачи в этом видео, поклонники игры смогут понять, что ему нужно делать в игре, если он решил выбрать именно этого персонажа. После этого материала стоит отметить, что игра Лол стала развиваться в обучающем плане, а это не может не радовать зрителей и фанатов игры. Геймерам, у которых есть iPad, стоит обратить внимание на новую утилиту, которая поможет им просматривать прямые трансляции через свои планшеты. В свет вышла утилита, которая поможет вам отслеживать прямые трансляции, которые проводила лига IPL. StarCraft, Лол и Shootmania вот по этим играм проходят турниры в рамках IPL. И если вы фанат одной из игр и у вас есть iPad, для вас эта возможность будет самой, что ни на есть замечательной. Технологии развиваются и не стоят на месте, и как мы видим, мир геймеров все больше и больше начинает охватывать последние новинки. Не удивлюсь, что в скором времени любой турнир можно будет отыграть, например, с самолета или автобуса, лишь бы скорость интернета не подвела. Это были все новости на сегодня, спасибо за внимание, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры подогнал «Симон»